Добрый день! Сегодня 16 ноября. Сделаю вам видео с поля, где был посеян зимующий горох. Это поле посеяно по предшественнику озимый ячмень. После озимого ячменя в качестве покровной культуры в монокультуре был высеян проса. В норме 10 килограмм. Было убрано, как и ячмень очесывающий жадкой, было убрано проса. И был посеян зимующий горох. Намахались мы тут с ним, потому что были туманы. Прогнозы нам рисовали нерадужные, что там будет все время туман, слякоть. Мы очень сильно торопились. Поиздевались над собой, над сейлкой, над трактористом. Ну, в общем. На сегодняшний день выглядит это все вот так вот. Вот так вот выглядят сходы гороха. Там что-то уже пролезло сквозь стерню. Что-то еще не пролезло. Вот. Выглядит вот так. Рядков как бы еще не видно из-за стерни. Вот в такой фазе. Честно говоря, я не сильно даже как бы и рад. Потому что вот этим сходом переживаю. Никто не знает, какая будет зима. Все эти разговоры о зимостойкости гороха. Это, конечно, хорошо. Но все будет зависеть от зимы, от морозов, от возможности. Будет, не будет снежный покров. То есть мы еще ничего не знаем, как будет. Поэтому, конечно, лучше бы, чтобы он там в проклюнувшемся виде находился в почве. Ну, уже взошел. Уже назад не вернем. Никто не знал, что вот будет такая погода. Что можно будет тут еще сеять и сеять. Прогнозы показывали все с точностью до наоборот. Ну, случилось, как случилось. Поэтому будем смотреть. Здесь так же, как и на зерновых. Посеяно с междурядем 19 через 38. Не потому, что я там так захотел. А потому, что уже были сняты просто секции на сейлках. И не собирался я, как бы, не было желания назад их монтировать. Это очень трудоемкий процесс. И не быстрый. Поэтому оставил так. Я думаю, что междуряди 38 хватит для того, чтобы горох между собой сплелся. Но это, опять же, дело далекого будущего. Но, дай бог, все перезимует. Мы сможем это увидеть. Ну, и это горох. Посеянный по предшественнику пшеница. И посеян анкерной сейлкой флексикойл. Междуряди здесь 23 сантиметра. Норма высева такая же, как и в предыдущем сюжете. 180 килограмм. Выглядит это все немножко уже по-другому. То есть здесь видно и витки уже. И здесь совсем уже другое развитие гороха. Ну, причины, наверное, две. Потому что здесь посеяно на три дня раньше, чем дисковой сейлкой. Ну, и плюс, после анкера, конечно, всходит он намного легче. Любая, в принципе, культура. И проще всходить после анкера, чем после диска. С учетом того, что у нас здесь даже не было прикатывающих катков. Мы их поснимали. Потому что они, наверное, нагортали солому. Потому что все было очень сыро. Ну, есть предыдущее видео. Найдете в плейлисте. Зимующий горох. Там все это можно будет посмотреть. Если у кого-то есть на это желание. Есть версия, теория, подтвержденная практикой, что зимующий горох, который входит в зиму в фазе трех листочков дает урожайность на 10% выше, чем тот горох, который зимует, скажем так, в почве. Не в зашедший горох. Накильчившийся там, или наклюнувшийся, но находящийся в почве. Не проросший на поверхности. Вот. Но, опять же, повторюсь. Вариантов два. Есть возможность, что вариант, что может не перезимовать из-за погодных условий. Замерзет. И вариант второй, что в таком развитии, когда он входит в зиму, в фазе трех листов, не факт, что вы сможете зайти и обработать гербицидом, если будет такая необходимость весной. Потому что к тому времени, пока вы зайдете, он уже может перерасти эту фазу 5-6 листов. И брызгать уже будет проблематично. Можно будет получить хорошее угнетение этого гороха. Ну, как-то люди это делают. Я не знаю, не пробовал. Честно говоря, желания такого у меня нет. Ну, так вот он получился. Так вот он зашел. Так вот он растет. Ну, уже я ничего изменить не могу. Поэтому буду тупо наблюдать, как это все будет происходить до самой весны. Удачи всем! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok